Вообще вот эта жизнь, я уже замучилась говорить, ну ещё расскажу. Жизнь задачки не ставит. Жизнь — это просто течение. Человек отличается от какого-то примата и вообще, ну, от животного мира. Разница единственная, неповторимая. Он умеет ставить себе задачи и умеет находить решение и воплощать его в жизнь. А жизнь, если человек не ставит себе задачи, если он не различает, если он мышление своё не развивает, она начинает ему приносить боль, чтобы он очнулся. Когда человека колешь, у него начинается реакция. Вот жизнь колет другим человеком. Кого-то колет, колет, особенно вот у нас женщин, она потом тихо падает, как тушка, и помирает. Это ужасно. Вот это бесконечное терпение боли, с которой надо справляться, когда нужно учиться защищаться, когда нужно учиться кому-то отстаивать, говоря или показывая свою позицию. Да, это непросто. Но по сравнению, как жить жертвой, это ужасно. Быть жертвой — это ужасно. Это вечная приспособа. Это вечная, вот эта питающая, не пойми кого, женщина, которая никогда не позволила себе просто так что-то. Выйти на улицу и погулять, потому что она решила. Пойти купить там себе что-то вкусности или приятности, потому что ей это захотелось. У него такой, конечно, степень. Так это ж не сразу. Как и алкоголиком человек не сразу становится, мужчина или женщина. Это же сначала потому, что хочется расслабиться. Потом потому, что стресс. Потом потому, что праздник. Потом вообще рот закрой, мне тяжело. А потом уже вообще никто никому ничего не говорит. И просто агрессия. И попробуйте не дай. Это та же наркомания. Только вот эмоциональная наркомания, она еще тяжелее. Это как душу на кулак. Это не желание принимать самостоятельных решений. Это безответственное отношение к себе. Это какая-то светлая надежда вероятностных наступлений, изменений по чьей-то, наверное, сверху руке. Как так? Как так? Если вы заходите в эту квартиру каждый день. И каждый день молчите и смотрите, что человек делает. Вы же своим молчанием и неучастием подтверждаете, что он прав. И принимаете этот образ жизни. Это то же самое, что в противоположную сторону. Когда женщина свирепствует в семье, а мужчина там как-то под нее подстраивается. Принцип один и тот же. Тут уже не важно мужчина, женщина. Это уже моделирующая система. Я хозяин, ты дурак. Люди не умеют договариваться. Не хотят. Это мы про любовь с вами все разговариваем. Про любовь. Я вообще сейчас в шоке сижу.